Отвечая на вопрос друга единомышленника Николая Бондаренко, видимо, Николай в Украине живет. Я, честно говоря, давал за рук не вмешиваться больше в эти дела, но, как он пишет, такой простой вопрос, я могу на него ответить. Вот. Считаете ли вы возможным вариантом развития послевоенной Украины по южнокорейскому образцу при поддержке со стороны США, как это было в Корее? Существует ли в США план послевоенного устройства и влияния в Украину? Если известно хоть малая толика информации, поделитесь. Известно малая толика информации, и вам тоже известно. Был такой анекдот очень старый, что верующий, сильно верующий человек, начинается наводнение вокруг его дома. Он истово молится, подплывает лодка, ему кричат, давай сюда, мы тебя спасем. Он говорит, нет, меня Господь спасет. Вертолет прилетает, давай, мы тебя спасем. Нет, Господь спасет. Естественно, утонул. Он оказывается перед Господом и предъявляет претензии, как же, там, я столько лет в тебя верил, с детства, а ты меня не спас. На что ему Господь говорит, а что, разве не подплывала лодка, чтобы тебя спасти? А вертолет я посылал, разве ты его не видел? А в Соединенных Штатах жил благополучно, спокойно, бывший президент Грузии, Михаил Саакашвили. Все хорошо было. Катался на велосипеде, вот как я. Я тоже катался. Правда, с другой стороны, он в Нью-Йорке, я в Лос-Анджелесе. И все бросает, спокойную жизнь и едет в Украину помогать, спасать Украину. В Грузии, вы, наверное, знаете, все реформирование базировалось на активности молодых политиков и на помощи Соединенных Штатов. Очень большой помощи. Специальные фонды создавались, страховые модели. В общем, помогали. Приезжает он в Украину, Михаил Саакашвили. Ну, вот с теми же точно намерениями. И, видимо, с теми же самыми обязательствами со стороны Соединенных Штатов. И начинает работать. Готов поддержать политическую партию Порошенко. Готов объединить вокруг себя политические силы. Для решения одной единственной задачи. Повторить модель, которая была реализована в Грузии. Модель, которая позволила за два года реформировать государственное управление, победить коррупцию, привлечь инвестиции, ну и так далее. И что он получает в качестве ответа от многих украинских политиков. Ну, в том числе от государства, от президента. Он получает оппонентов, которые не хотят, по существу не формулируют, но они не хотят, вот как вы написали, поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки по южнокорейскому схеме. Южнокорейская схема – это некоторое довольно жесткое управление со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие условия. План, который Соединенные Штаты осуществляли в Европе, план Маршалла, он базировался на соглашениях, серьезных, ограничивающих власть оккупированных, так сказать, стран. Есть ли в США план послевоенного устройства? В США есть план устройства сегодняшнего Украины. И они готовы это делать и вынуждены делать, потому что необходимо поддерживать молодые демократии. Но Украина, власть в Украине демонстрирует, что она никакая не молодая демократия. Она советская номенклатура, которая хочет воровать много, хочет обогащаться. И никакие советчики не нужны, тем более Соединенных Штатов. Хотите давать деньги, давайте вот прям президенту Порошенко, лучше наличными или кому-то еще из его окружения. Но это несерьезно. До тех пор, пока Украина сама не примет решения о реформировании, о подключении к сообществу демократических государств, к принципам вот этого сообщества, никакой серьезной помощи не будет, а уж южнокорейский вариант и рассчитывать на это не стоит. Воюющая Украина, послевоенная Украина, какая разница? Помощь могла бы осуществляться уже сейчас. Но даже поставка этих джавелинов сдерживается тем, что американские военные боятся, что это попадет в руки агрессора. То есть просто выкупят у Украины эти современные средства защиты. Ну вот, если сравнивать с Афганистаном. Но все-таки там не было такого предположения, что современное очень мощное оружие, которое поставляли Соединенные Штаты афганскому сопротивлению, оно окажется у русских. Ну, не было такого сомнения, подозрения. И осуществлялись эти поставки. И довольно быстро победили афганцы. Там, правда, свои проблемы тут же возникли, но это не важно. Украина сегодня может начать решать все сложные свои проблемы. Но для этого ей надо превратиться в демократическое государство, заявить об этом, начать для этого что-то делать. Сегодня можно делать очень простые вещи. Я сформулирую это как единственная цель, которая сегодня важна в Украине. Поддержать Михаила Саакашвили. Больше ничего сегодня делать не надо. Остальное сделает он и его команда. И Соединенные Штаты, естественно. Продолжение следует...